А что рассказывать про модель, когда делаешь на нее обзор, я понятия не имею. Ну и бычка покажу в начале, потому что что? Правильное видео с котиками набирает больше просмотров. Так вот, обзор на модель. Мочасти я не силен, с чертежами не сравниваю. Еще начну что-нибудь мочить по типу учебно-транспортный самолет или бронетранспортная техника. Вот сейчас поймал себя на мысли, что почему-то во всех аббревиатурах на букву Т хочу подставить слово транспортный. Ну или совсем зашквар был, когда Су-17УМ3 прочитал как Су-17УМЗ. Но сегодня про другое. Захотелось мне собрать что-то не очень сложное и большое, поэтому и приобрел себе этот КВ-1 от Рампитера в масштабе 1 к 35, да еще и с фигурками. И я очень надеюсь, что модель не особо сложная и не дрова, и я немного передохну. Но так как я не знаю, что рассказывать про модель, давайте я просто покажу содержимое набора, а тем временем расскажу историю о том, как я стал моделистом. А случилось это давно, хоть я и считаю, что в моделизме не больше 4 лет, но позывы заниматься этим хобби возникли за несколько лет до этого. И случилось это благодаря игре World of Tanks. И нет, это не реклама игры, я не призываю в нее играть, а говорю, что не стоит на это тратить время, а лучше сделать модель. Ну я так говорю, пока компания Wargaming не купит у меня рекламу, а потом я уже буду говорить то, что скажет Wargaming. Ну то такое. Значит сижу за компом, играю в эту игру и тут бац, прилетает мысль. А мысль это была хочу танк, но не вот этот вот нарисованный, а такой, чтобы можно было пощупать. А за это мысли приходят воспоминания из детства, как отец иногда в подарок приносил мне сборные модели самолетов. И я как-то с горем пополам клеил и конечно же не красил, а модель через некоторое время ломалась, оттуда доставался пилот, и ним можно было играться и садить в самолет из пластилина, или просто по столу так пив-пив. Вот я и решил, что если существуют модели самолетов, то должны быть и модели танков. Поэтому недолго думая, нагуглил ближайший магазин, где продают сборные модели и отправился туда. Точнее даже не в магазин, а на рынок, потому что магазин находился на территории книжного рынка на Петровке. У нас в Киеве это легендарное место, да и магазин оказался пристанищем лдовых моделистов. И вот, прихожу я туда такой зеленый, клея не нюхавший, и говорю, дайте танк Тай-59. Какой-какой, переспрашивает продавец, такого у нас нет. И вот тут было мое первое разочарование. Оказывается, не вся техника реализована в моделях. Оказывается, нельзя просто так взять и купить модель танка, которую тебе хочется. Все эти машины, которые видел в игре, так и останутся, стоят у тебя в виртуальном ангаре и никогда не переедут к тебе на полку. Но забегая вперед, скажу, что модель 59-го Тайпа все-таки появилась в продаже. Ее выпускают миниард и таком. Но это произошло уже позже, речь сейчас не о ней. Ну хорошо, говорю я, а сколько стоит эта сборная модель Волкер Бульдог? Много денег, отвечает продавец. Ну вы понимаете, конечно он не сказал вот прямо так много денег. Просто он назвал сумму, которую я услышать как-то не ожидал. Окей, говорю, я как-то вот сразу не готов на это пойти. А есть что подешевле? Конечно есть, говорит продавец. Ну зачем тебе танк? Танки это такое, что его красить? Ведро краски опустил и готово. А вот самолет, это интересно. Над ним надо постараться и стоит вот такой набор не очень много денег. А что, их еще и красить нужно? Хотел спросить я, так как в детстве я как-то и не думал про покраску моделей. Но спросить уже постеснялся. В общем, чтобы не уходить с пустыми руками, я выбрал модель самолета. В придачу к ней мне сразу подобрали вонючие эмалевые краски местного разлива. Клей и кисточку. И первая моя сознательная модель была Лах-3 от ACM в 48 масштабе. Тут сделаю небольшое отступление. Многие на этом месте рассказа хают продавца, называя его некомпетентным, но хочу верить, что это совершенно не так. Просто человек питает к моделям авиации большую симпатию, чем к моделям бронетехники. А модели вертолетов это просто его страсть. Он даже занял первое место на каком-то из модельных конкурсов со своей моделью вертолета. Вот ее как раз вы можете видеть у себя на экранах. Так что давайте не будем разводить споры, что лучше авиация или БТТ, лыжники или сноубордисты, виндовс или линукс, а просто вежливо напишем в комментариях, какой тип техники вам больше нравится собирать. Но вернемся к нашим баранам, точнее к лагам. Как я его собирал уже слабо помню, но о зачистке и подгонке детали речи и не шло. Щели нужно шпатлевать? Не, я не слышал о таком. И то, что у меня получилось, вы сейчас увидите на экранах. Слабонервным просьба не смотреть, модель собранная покрашена за один вечер. Вот она. Но зато удовольствие было получено море. Настолько много, что через неделю я побежал за новой моделью и на этот раз был Мессершмирт БФ-109 на той же ICM в 48 масштабе. Собрал и покрасил я ее так же коряво, как и лах. Хорошо, что фото не сохранилось и вы не увидите моего позора. А потом начали сложные времена в моей жизни и моделизм пришло оставить. Не, не так, по-другому. А потом пришли сложные времена в мою жизнь и хобби, которое мне начинало нравиться, пришлось отложить до лучших времен. И танки я играть тоже перестал. Ну ладно, не все так грустно. Прошло несколько лет и все наладилось. В танки я начал играть снова. И вот в очередном бою ко мне снова пришла мысль, а ну кто угадает, может ты или ты? Правильно, эта мысль была. Хочу танк. И я поехал за танком в тот же магазин, что и в прошлый раз. Приезжаю и говорю, а может есть у вас Тайп 59? Нет, говорит продавец, что это вообще за танк? Ну как же, отвечаю я ему, китайский средний танк. А, говорит продавец, это наверное советский Т-54 или Т-55. Вот есть у меня такие от Миниарт и от Скиф. А сколько стоит Миниарт, спрашиваю я. Сколько, сколько? Не, не нужно мне такое, спасибо, пожалуйста. А Скиф сколько стоит? Всего-то? Ну давайте Скиф. Вот так и появилась у меня моя первая сборная модель танка. Собрал и покрасил ее, я лежа на диване. Естественно, опять речи не шло ни о какой зачистке, шпатлевке и подгонке деталей. И фото тоже не сохранились, так что этот позор вы тоже не увидите. Но зато я осознал, что это дело мне нравится, а я опять поехал за новой моделью. И на этот раз я раскошелился на Волкер Бульдог от Томии. Это было хорошим решением, так как Томию собирать всегда приятно. И если ты начинающий моделист и есть такая возможность, то лучше всего начинать с моделей Томии. И вот собрав и покрасив этого Бульдога, я решил, что он выглядит как-то игрушечным. Про то, какие модели делают моделисты со стажем, я тогда понятия не имел. Но я нашел у жены акриловую краску цвета серебра и решил сделать потертости. А потом решил выделить этой краской каждый болтик. Как сейчас помню, как я пыхтел над каждым болтиком и думал, какой я умный. Это ж нужно было такое придумать, покрасить каждый болтик тонкой кисточкой. Это ж целых 2 часа на это ушло. Этим же точно никакой маньяк не будет заниматься. У меня получится самая лучшая модель в мире. А еще черной краской можно добавить грязи по бортам. Да я просто самый крутой моделист. Но. Но потом я полез на разные тематические группы и форумы. Увидел, какие модели там делают люди. И тут я немного приуныл. Но самую малость. Я понял, что передо мной открывается новый необъятный мир. И я хочу его исследовать. Потом мне предстоит еще очень многое узнать. Еще большему научиться. И я решил попробовать стать моделистом. А то, что было дальше, это уже другая история. Может быть, я расскажу в каком-нибудь следующем обзоре новой модели. Это был экспериментальный ролик. И я хочу узнать, нравятся ли вам вот такие истории из жизни моделистов. И узнаю я это по вашим лайкам, по вашей подписке и по вашим комментариям. А если кто-то еще и смотрел, что происходит в видео, то мог увидеть, что модель КВ-1 выглядит довольно неплохо. В наборе немного травла и проволочные тросы, и расширенная декаль. Я, скорее всего, буду делать этот вариант со смешным гитлерюшкой. Хотя нет, этот вариант сделать не получится. Я внимательно посмотрел на декаль и смог прочитать эти удивительные стихи. Стурмовой огонь веги, наши тяжелые танки, в тыл фашисту захотси, бей его во фланг. Экипаж без стра, не смыкая глаз, выполняет боевой сталинский приказ. Так что делать танк с такими ошибками будет зашкварно. А жаль, я люблю необычные декали с рисунками и текстом. Еще один минус, который я видел в этом наборе, это много следов толкателей на траках, но тот такое. Просто займет больше времени при сборке ходовой. Но зато прикольно, что в наборе есть сразу миниатюры танкистов, так что можно сразу сделать задумку на диарабу. Вот только я не пойму, что этот товарищ женщина может держать в руке за спиной. Если у кого-то есть какие-то идеи, то пишите их в комментариях. А то я уже третий день думаю и не могу придумать. Ну не цветы же? Или она хочет подарить цветы танкисту? Было такое? Ну ладно, не буду затягивать видео. Всем хорошего настроения и успехов в творчестве. А с вами был Катяхон и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok